Сегодня и в гимназии номер 19 Черкесска депутаты парламента и школьники проверяли свои знания по теме Великой Отечественной войны. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Диктант Победы – это всероссийская историческая акция, посвященная Великой Отечественной войне, стартовавшая 7 мая 2019 года. В этом году в ней примут участие более миллиона человек по всему миру. Основная цель мероприятия – сохранение исторической памяти, повышение уровня грамотности общества в Великой Отечественной войне. Председатель Народного собрания Александр Иванов принял участие в диктанте Победы, но перед этим пожелал ребятам успехов в тестировании и дал ценные наставления. Хочу еще раз сказать о важности сегодняшнего мероприятия. Оно должно напоминать нам о том, какой подвиг совершили наши предки, наши деды, прадеды ваши и защитили ценой своей жизни. Диктант Победы может пройти любой желающий в возрасте от 9 до 90 лет. На диктант было отведено 45 минут. Участникам необходимо ответить на 25 вопросов о войне. В виде 12 вопросов тестирования с вариантами ответов и 13 вопросов, требующих развернутого письменного ответа. Интересные вопросы, заставляют задуматься, узнать много нового. Конечно, мы все готовились перед диктантом, вспоминали все даты, и это довольно поучительно и важная события. Я считаю, в жизни каждого человека, кто решает написать этот диктант. По личному идентификационному номеру участник может узнать результаты тестирования на сайте диктантпобеды.рф. Альбина Курочинова-Кенжева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево, Черкесия.